Слушай, сейчас знакомый спрашивает, какой расход масла в двигателе допустимый. Стал замечать 200 литров долил за 1000, потом 300, сейчас бац, 500. У тебя так же? Так давай разберемся, в чем может быть проблема. Привет, ты на канале OMZAP, меня зовут Дмитрий. И прежде чем разбираться с расходом масла, определим, что такое норма по расходу масла. У нас в сервисе OMZAP и у автопроизводителя корейских автомобилей 500 грамм на 1000 километров, это считается нормой. У каждого производителя нормы расхода масла свои. Например, вот только узнал, что на Volkswagen этой нормой считается литр на 1000 километров. Прям какой-то двухтактный двигатель получается. Возможные причины повышенного расхода масла могут быть как правая нога, которая чрезмерно давит на педаль газа, так и течь двигателя. Если на твоем автомобиле течи не обнаружено и с правой ногой ты пользоваться умеешь, то приезжай к нам, мы обязательно найдем, куда девается твое масло. Как и герой нашего ролика, позаботился о том, чтобы проверить, куда его масло уходит. Автомобиль нашего героя, Hyundai i40, с пробегом 84 тысячи километров, двигатель у него G4NA. Будем производить эндоскопию стенок цилиндров. Что беспокоит его? Стыки? Сложок. Сложок. Пробег? Пробег? 84. Маленький пробег, реальный? Второй. Двигатель G4NA. Сколько жрет, я прослушал. На тысячу половину щуков. Ага, то есть пол-литра. Грамм 500. Прилично. Уже подготовили черный чемоданчик. Сейчас будем производить запись. Автомобиль охладился. Красота. Тебе интересуются, что за модель. Эндоскопы. А сколько тысяч уже проехали на автомобиле? Тысяч пять. Тысяч пять всего, да? То есть недавно приобрели. Получается. Даже по бочке ехали. Семь. А когда купили, меняли масло? Да, конечно. Сразу все поменяли, да? Да. Уже и после этого по вашей рекомендации на 540 пришел. Да, сейчас я помню, что экспериментировали. Помегаситель я оставил. Сейчас убрал, поставил ремонт. Думал, тоже. А, да. Там на каталоге было, да. Да, сейчас на ремонт проехал 300 километров где-то. И поферу. Такого пиздец прям нету. У них обычно 4-й там цель. Да не факт. Вот я сейчас мотор собираю. 2-й, 3-й, 4-й. Ну, 2-й, 4-й. Там больше 4-й, 2-й и 1-й. Да нет. Тоже нормальный хон. Тоже да, хон нормальный. Масло не вон масло, смотри. Видишь, там скорее всего эллипсность просто, Миша. Ну, горчее. Чего нельзя. Да. Еще раз скажу. Ты первый? Нет, это второй. Это сейчас второй, да? Да. Да, он чуть-чуть намытый паршнем. Ну, видно, что масло загорело. Ну, да. Но опять такого. То, что процедируем, по-моему, не стучало. Ну, слушай, не только же задиры влияют на масло жар. Еще и эллипсность. Так отсвечивает. А клапана мы не увидим? Клапана. Поделали клапанах. Нет, мы тоже заднику смотрим. А там все чисто было. Там все чистенько будет. Если бы у вас проблема с компрессией была бы, тогда клапана надо смотреть. Да, Михаил? Да. Первый цилиндр. Слушай, хон прям хороший. Да не хон прям, он реально вообще хороший. Потому что вот они, ваши клапана. С клапанами все нормально будет. А клапана надо, смотри-ка, компрессии нет. До этого один я видел, в четвертом цилиндре подсекал вроде. А как вы поняли, что он подсекает? Ну, у него там нагарчик небольшой был. Это четвертый цилиндр. Вот здесь вот есть небольшой. Начало-начало. Ну, блядь. Это начало-начало. Из-за этого жрать не будет. Конечно. Слушай, вот во втором масло, да, было? Во втором и третьем вот чуть-чуть. Что вы говорите, подсекало? Мне просто интересно. Ну, покрупись. В основном этот выпуск подсекает. Сейчас я такую... Что-то не замечаю. Тогда было небольшое пятночко вот с краевого плаха. Клапана здесь, это не та машина, где там насосъемные колпачки и клапана. Ну, с таким массажером тоже ездят. Но стенки цилиндров вообще отличные. Вот говорю, там в четвертом только небольшая рисочка есть. Вот, я говорю, поэтому лезть туда что-то как-то не в желании. Да, и там, если было, то не было. Зайду в комментарии. Понять и погостить. Ты хочешь перепроверить второй, третий, да? Да, чуть-чуть не делаю. Поймите, если есть эллипсность цилиндра, образовавшаяся вследствие нагрева, радиатор мыли? Ну, конкретно я не хочу. Вот, если есть эллипсность, то что угодно и делайте, жор масла будет. Пока его не загильзуешь. А эту эллипсность никак не проверишь, пока не разберешься. Либо росточка, либо гильзовка. Но мы делаем только гильзовку. Вот в этом чуть-чуть. Второй и третий. Но опять, не из агиры, а именно в масле. Да, именно чуть-чуть маслица есть. Вот они, клапана. Слушай, тут пробовать, я бы уже один интересный, попробовал, сначала бы заглушил бы клапан, не поможет. Вот тогда все, капитал. Как мы с тобой увидели из видео, проблема нашего героя была не в его правой ноге, да и двигатель его автомобиля довольно-таки сухой и не имел течи. Проблема была во втором и немножко в третьем цилиндре. Там образовалась эллипсность. Нам даже жаль немножко героя, потому что он на автомобиле успел проехать 5000 километров и залил туда порядка двух с половиной литров масла уже. Что он только не предпринимал. Он переходил на более густое масло 5W40, поменял пламя-гаситель на ремонтный катализатор. И ничто не решило эту проблему с масложором. Эллипсность цилиндров очень тяжело убрать без механического воздействия на сам цилиндр. Поэтому мы видим только три варианта решения данного вопроса. Это капитальный ремонт с гильзовкой блок и заменой поршней. Это дорого, но это очень надежно. Наша практика показывает, что самый лучший ремонт именно гильзовка. Второй вариант это расточка блока. Но как себя повезет гильза, которую вы расточите и уменьшите ее толщину в дальнейшем. Ну, покажет только практика и эксплуатация автомобиля. Самый простой и самый дешевый третий вариант это просто доливать масло и ждать каких-то дальнейших сюрпризов от своего двигателя. Какой вариант выберешь ты? Ты был на канале ОМЗАП и меня зовут Дмитрий. Подписывайся на наш канал, ставь лайки, пиши комментарии. И не пропускай наше следующее видео, где мы постараемся рассказать, на что нужно обратить внимание при покупке автомобиля, не имея кучи дорогостоящего оборудования и приспособлений. Все дороги ведут ОМЗАП. Третий вариант, конечно, хорош. Главное не дождаться, что твоя Кия станет вагом. Да? Хватит. Сняли, снято. Разбираем.